Телеканал «Север» продолжает серию репортажей из населенных пунктов Ненецкого округа. На этот раз наша съемочная группа отправилась в Оксино. Село сыграло значительную роль в жизни округа, так как именно здесь с момента образования региона располагались все важнейшие учреждения, которые в дальнейшем были переведены в Наринмар. Как сегодня живет одно из старейших сел округа, расскажет Любовь Пермякова. В 40 километрах от города Наринмара находится одно из самых старых в Ненецком автономном округе сел Оксино. Первые упоминания о нем встречаются еще в 1574 году. На тот момент село представляло собой небольшую территорию, жители которого занимались рыбными и прочими промыслами. Но время шло, поселение развивалось. В настоящее время Оксино – это центр муниципального образования Пустозерский сельсовет Ненецкого автономного округа, в который входят еще деревня Каменка и поселок Хангурей. Всего на территории муниципального образования проживает более 400 человек. Руководит Пустозерским сельсоветом с 2013 года Сергей Александрович Задорин. Он для нас провел экскурсию по селу. Чистые улочки, цветочные клумбы, хоженые дома. Гордый сельчан – физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом для игровых видов спорта и современными тренажерами. Комплекс уже функционирует. Как жители восприняли открытие этого здания? На ура! Как раз мы, когда был день открытых дверей, собралось очень много народу, переполнено все здесь. Мы с Людмилой Юрьевной здесь, с хозяиновой, открыли речь свою, сказали именно о тех людях, кто начинал строить. Именно громаднейшая работа – это 33 тысячи тонн только завезли песка с сухой печуры для того, чтобы отсыпать. Стоимость сооружения – 46 миллионов. Это же громадные суммы. Они оправданы? Я думаю, что оправданы. Почему? Потому что за тот период, который я наблюдаю, я практически каждый день ходил, тренировался, вспоминал, как настольный теннис играл. Постоянно здесь народ, волейбол от мала до велика. В день, по словам Сергея Александровича, ФОК посещает до 60 человек. Нареканий по строительству компании-подрядчик «Устрой-универсал», которая возводила ФОК, у администрации и жителей нет. Одна из проблем жителей села Оксина и моих детей – это проблема ФОКа нашего, так как его официально уже открыли, но он полноценно не работает. Нет, естественно, тренеров, которые могли бы тренировать наших детей, чему-то обучать. По словам местных жителей, желающих прийти работать в новое здание много. Пока на весь оздоровительный комплекс приходится один специалист, совмещающий несколько должностей. По информации Департамента образования, культуры и спорта Нинецко-автономного округа, беспокойства жителей Оксина напрасны. К новому учебному году, совместно с Ледовым дворцом спорта «Труд», именно в его ведомстве находится комплекс, штат сотрудников будет утвержден. После всех строительных доработок планируется утвердить штаты нового музейно-библиотечного комплекса. Это трехэтажное здание в стиле избы XIX века. И тогда у сельчан появятся новые вакантные места. Вообще, оксинчане с жизнью в селе довольны. С каждым годом быт сельчан улучшается. В прошлом году были отремонтированы два многоквартирных жилых дома. Там поменяли крышу, утеплили полы, обшили сайдинга. Всю зиму у нас была такая теплень, как у нас даже окна мы не закрывали. Так было тепло, хорошо. Тепло в доме Трифен и Федоровны обеспечивают не только стены, но и котельная. Это одна из котельных, которая принадлежит Северожилком сервису. В прошлом году предприятием была проведена модернизация. Были заменены два котла на один большей производительностью. Зима показала, что именно данные действия перевели к тому, что в домах уютно, тепло, хорошо. О домах заботятся и сами оксинчане. Красят, белят, украшают. При усадебной участке – гордость жильцов. Летняя сказка. Так можно сказать про огород Валентина Акимовна Поздеева. Чего тут только не растет. Огурцы, помидоры, петрушка, перец. А цветы – это особенная гордость хозяйки. Настурция, герань, ноготки. Каждое утро хозяева этого дома собираются за семейным столом. Попить чай и самовара. А внуки особенно рады клубничке. Чтобы порадовать близких людей такой красотой и обилием культурных растений, нужно приложить немало усилий. Каждый день справиться с большим объемом работы на участке Валентине Поздеевой помогает любовь к земле и своему делу. Каждый день приходится, да, работать? Ну а как же, надо же поклониться земле, любить ее, уважать. А если не пообщаться, так ничего же, расти не будет. А разговариваете, да, еще с землей? А как же, а как же. Вот ты каждый раз подходишь, вот как ребеночек, что вот ты расти, говорю, вот не болей, я уж помогаю, стараюсь. И южные растения всякие тут. Сказку-то надо ведь делать своими руками. Я как вспоминаю, чтобы рыбку поесть, без труда не было лишь рыбку из пруда. А чтобы молочко попить и картошку поесть, надо поработать. Вкусные и полезные растения на небольшом участке окружены особым дизайном огорода. Талант не только к выращиванию, но и к изготовлению всякого рода красивых изделий есть у всего семейства Поздеевых. Кроме статуэток и декоративных ансамблей есть особенные вещи. Любимый муж Валентины Акимовны сплес своими руками огромную корзину для цветочной клумбы. На будущий год у хозяйки дома ее супруга уже много творческих планов. Главное, считает Валентина Акимовна, делать все с душой. Делать все с душой и соседи семи Поздеевых. Избушка Баба-Игии, искусственный пруд, волшебные феи украшают огород семьи Макаровых. Это семейное творчество из дерева и пеноплекса. А в огороде хозяиновых бьют фонтаны и благоухают цветочные арки. А, например, у семьи Богдановых, кроме клумб, есть вольеры для домашних животных. Живут сытно. Растущие аппетиты подопечных хозяйку семейства не пугают. В настоящее время питомцев в семье Богдановых более 15. Телят пять и корова, куры, гуси, два гуся. А кур я тех не знаю много. И там три кролика. Трудно ухаживать? Да не так, бывает, когда трудно. Ну так ничего, сносно. А кто помогает вам? Дети. Детей у Алексея Александровича тоже много. Семеро, внуков 14. Свежее молочко, яйца, сметанки хватает не только многочисленному семейству. Когда на население ходят, когда распутывают, когда приезжают в отпуск, люди берут то молоко, то просто кашу, когда сливки гоним. В будущем у семьи Богдановых появится возможность поставлять свои продукции на окружной сельхозрынок. Его планируют открыть в конце 2017 года в Наринмаре. Оживает село, появляются новые перспективы и рабочие места. Построен и введен в эксплуатацию цех по переработке молока. В настоящее время на молочном производстве задействованы 22 рабочих. В планах превратить цех в крупнейший центр по производству молока. А это дополнительные рабочие места. В летний период работы хватает и на сенокосе. В дальнейшем планируется строительство двухэтажного магазина с парикмахерской и другими бытовыми услугами. Сваи уже забиты. Вот и Алексей Богданов, который уже более полувека живет в Оксино, задумывается над новыми перспективами. Открытием ИП. А хотели бы когда-нибудь уехать из Оксино? Куда? Ну, что, куда-нибудь здесь? Видите, как хорошо. Не было бы комаров, лучше было бы. А так хорошо здесь.